Здравствуйте! С вами программа «Светлые отношения» и я, Вселена Светлая. «Сексуальность тела притягивает, сексуальность личности вызывает интерес». Не так ли? Об этом мы продолжаем разговор сегодня с моей гостьей. Особенно мне интересно сегодня будет поговорить о мужской сексуальности. В студии «Светлых отношений» Светлана Керимова, психолог, ректор Центра семейного сексуального образования «Лавыс». Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Мужская сексуальность для меня сразу почему-то ассоциируется с яркостью личности, с каким-то социальным статусом, с достижениями, с представительностью, что, в принципе, действительно увлекает, притягивает и возбуждает. А что для вас мужская сексуальность, в чём она состоит? Ну, если мы говорили о женской сексуальности, то мы говорили о том, что она чувствует, она наслаждается. А мужская сексуальность — это действие. То есть у женщины, получается, ну, быть, у мужчины — делать, и тогда оба будут иметь, да, ну, как бы иметь энергию для изобилия, для роста, для реализации обоих. То есть мужская сексуальность — это его действие. Мы сейчас в восприятии женщин, правильно? Вот как женщина воспринимает мужчину сексуально? Думаю, да. У мужчин с принятием себя вопросов нет, в отличие от женщин. Ну, понимаешь, да? То есть он себя принимает, он в названии, ты проговорила, что сам себе быть интересным, интересным у женщин. Он сам себе интересен просто по факту своего рождения. Они себе так интересны, это видно с детства, они всё время собой интересуются всячески и играются. Не был бы мальчиком, нечем было играть. То есть у них нет проблем с интересом к себе, с принятием себя, с уверенностью в себе. Он сам по факту рождения Бог в человеческом теле. Ну, разницу чувствуете? Да, да. Это очень ценные. А как женщина воспринимает сексуальность, это взять на уровне инстинктов, да, на уровне понятия, как инстинктивно воспринимает самка самца. Вот, например, естественно, это внешние проявления его мужественности. То есть для неё самый сексуальный, это будет там три в одном. Первое. Он должен быть здоровый, красивый самец с самыми лучшими генами, да, ну, грубо говоря, то есть он должен быть самый красивый. Самый красивый — это какой? Ну, вот в природе. Самый здоровый. Здоровый, сильный. Давай вот пока, да, пока вот про здоровый. Самка, когда видит мужчину, давай так, вот если взять, там, например, женская и мужская комнаты, их как показали, что это женская или мужская? Можно написать «мы жен», а можно сделать, показать форму. Да. Вот это женский. Вот даже мой сын идёт, он маленький мальчик, да, считай. Вот он идёт, он понимает, что это женский туалет? Понимает. А как видит женщина, что это мужчина? Точно, да. Ты понимаешь, и получается, что сексуальное для нас, то есть мы видим, как и мужчины, да, мы видим мужчин, и выглядит, один мужчина выглядит вот так. Большая попа, ноги, живот такой. Вот такой, правда? Ты его воспри... Он для тебя сексуальный? Вот хоть одна зрительница, пускай мне скажет, что для неё этот мужчина сексуальный. Слушай, но ведь есть вкусы, есть женщины, которые любят таких плотненьких. Нет. Нет? Не обманывайте себя. У него, знаешь, у него, наверное, есть другие хорошие качества, она этого не заметит. Но на уровне инстинктов любая самка чувствует, ощущает возбуждение, да, если уже поговорить о том, как она включается или не включается. Это всё равно форма. То есть у самцов это широкий верх и узкий низ. Понимаешь? По-любому. А если он вот такой вот, как педросток, да, у него такие сёпленькие плетики, тонкая цепочка, такие волосики, вот такой тоненький, он худенький, в таких оранжевых штанишках. И ты смотришь на это, и ты не понимаешь, это какой туалет, мужской или женский, да, то есть это нужно доказывать. Вот такому мальчику, такому, Алёсину, или такому с жиром в виде груши, как у женщин, ну правильно, у нас даже жировые клетки распределяются по-разному. И когда ты видишь мужчину, который сполз вниз, как женщина у него, или там худенький, тоненький, ему нужно доказать мне, либо другими сильными качествами любыми, другими качествами. Но если взять идеальный вариант, да, то есть любая женщина всё равно должна видеть, о, это мужчина, тут не перепутаешь, тут не поднимешь голос, тут, ну, она чувствует безусловный авторитет уже, самец, да, то есть форма. Это вот просто лёгкое то, что можно сразу мужчинам даже сейчас использовать. Ну, костюмы, костюм, он придуман для того, чтобы подчеркнуть, блин, мужественность и силу, статус, да, положение. У костюма всегда широкие плечи и всегда узкий низ. Всё. Понятно, что спортзалы по-настоящему иметь форму широкую, я не говорю качком быть, да, то есть качаться, но не терять форму, а это показатель тестостерона, кстати. Тестостерон, мужской гормон, там, гормон мужественности, да, агрессивности, активности, инициативности. И вот если у мужчины высокий уровень тестостерона, он не может быть жирненьким. Жир – это эстроген, это женский гормон. Женщина должна быть жирненькая. Да, мы должны быть жирненькие, потому что тогда у нас достаточно женского гормона. Женский гормон, сексуальный гормон находится в жире. Представляешь? Открытие. Нет, никакой не открытие. Однако для меня. Все женщины, которые худые, сухие, сушатся, они все тестостроновые, они мужские. Вот у меня животик такой мягенький, жирочек, вот тут я себе такой пояс, пояс эстрогенов, женских гормонов сохраняю. А мужчина, если он жирненький, он точно женственный. Он такой нежный становится, он такой эмоциональный, такой... Он любит разговаривать долго, это вообще не качество мужчины. И поэтому вот ты по фигуре сразу понимаешь, что он будет слабый, он будет женственный, он будет слишком эмоциональный, значит, не сильный. То есть понятный критерий? Понятный. Ты знаешь, вот как-то сразу я подумала о теле, да, вот если мы говорили в контексте женщины, да, контакт со своим телом развивает сексуальность. А вот в вопросе о мужчине мы начали с ума, да, с личности, можно так сказать, но я начала, а ты вышла на, естественно, вышла на тело. И это то действительно, с чем мы встречаемся, что мы первое видим. Это, ну, это инстинктивный уровень. Я вот не пошла дальше, и вторые два критерия. Ну, тело. Ну, вот тело, и вот пока мы еще на этом уровне, как раз хотела спросить о возможных техниках развития сексуальности, если, например, мужчина уже там достиг каких-то высот, но в социальном плане, но очень часто мы знаем много примеров проблемы в создании отношений, искренних, настоящих, если мы говорим о светлых отношениях, а не отношениях по расчету, да. С созданием семьи иногда и разводятся много, остаются одинокими, чего-то не хватает, и чувствуется вот нераскрытый потенциал сексуальной энергии на уровне тела. Как мужчина может начать развивать свою сексуальность? Залы, да. Возможно, тоже есть какие-то практики, и у вас в центре тоже римбилдинга для мужчин, то есть тоже определенные техники работы с интимными мышцами? У нас есть мужской курс, он проходит онлайн, да, то есть это можно смотреть из любой точки мира. Мы пробуем такой формат, удобен, ну, чтобы он был больше удобен мужчине. Я думаю, что развивать вот такую сексуальность свою, да, и мужественность с тела нужно начать с того, чтобы понять, что мужчина — это движение, это огонь. Да, вот огонь мужчину показывают, ну, что он вот такой вертикальный. Вертикальный. Женщина горизонтальная. Да, и то, что нужно понять, ты огонь, если ты будешь быстро реагировать, быстро действовать, быстро принимать решения, заниматься тем спортом, который вырабатывает у тебя активность. Да, с активностью идёт и агрессивность рядом, они, ну, он охотник, он должен быть быстрый, агрессивный, активный, инициативный и так далее. И вот это то, что поможет выработать тестостерон, то есть то, что разжигает огонь, гормональный в том числе. То есть это то, что поддерживает всё время в тебе твои мужские качества. Сейчас, к сожалению, ну, я не говорю, что мужчина должен быть всегда там агрессивный, активный и так далее, но это его 80%, а в 20% случаев он должен горизонтально, да, то есть это расслабляться, получать удовольствие, наслаждаться, чувствовать и так далее. Женщина наоборот, 80% и 20% она активная, инициативная, агрессивная и так далее. Ну, это же баланс, правильно? Между мужским и женским у нас. Поэтому, если мужчина просто точку зрения поменяет, да, и будет понимать, что до этого не развивают мужские качества, у него даже будет фигура меняться. Даже будет фигура меняться. Удивительно. Поэтому, если мужчина становится таким следствием, который сидит и думает о том, что сейчас придёт, кто-то решит за меня, кто-то сделает, или давай, любимая, метнись быстренько сама, да, если он не инициативный, быстрый, решительный, активный, агрессивный, да, то есть не проявляет эти качества, проявляет такие вот, ну, принимает. Так есть. Жизнь такую, какая она есть. Он принимает, что он приходит с работы в 6 часов, берёт бутылку пива, вообще пиво — это женские гормоны в чистом виде, да. Живот же растёт. Реально, вот пиво, у нас такая популярность пива, как будто специально заговор в мире, чтобы мужчины стали немножко женщинами, потому что пиво вырабатывают женские, это женщинам нужно пить пиво. Женщинам после 40, я была в Чехии, в Литве, она с тренингами, у нас там много учениц, и они каждый день пьют маленькую вот такую рюмку пива, такого живого для гормонального фона. Не мужчины, они не пьют пиво. Потому что они становятся и так, они и так хотят... У нас такая страна, кризис, правительство, всё, буду сидеть и ждать чудо, всё, пошла работа совсем другой части, совсем не мужественность. Вот, поэтому здесь принять свою активную жизненную позицию. И с ним вместе выработаются и качества, и гормоны в том числе. Это уже даже, мне кажется, переход к следующему уровню, да? С телесного на... Второе чего, что сексуально для женщин, правильно? Да. Да, это приходит к силе мужской. Смотри, в самочку любую, да, всегда в мужчине будет, ей будет хотеться три в одном. Для мужчины достаточно, чтобы она была олицетворением всего самого красивого в этом мире, чтобы она была искусна во всём. То есть её окружала красота, и она чувствовала. Вот этого достаточно для мужчины. Мы же сложные такие, да? Нам нужно три в одном. Мы не зря, кстати, минус, а не плюс. Мы луна, а не солнце. Мы холод, а не тепло. Огонь даже. Огонь, да. То есть у нас мы слишком сложные. И второе, что непрерывно, после того, как он её включил, она увидела самца, да, второе, конечно, это его сила, да. Сильный, чтобы он мог защитить её, её детёныша, от любой проблемы, мог отбить от любого самца, мог быстро среагировать. Я наблюдаю за парами, когда они приходят вместе, например, в компанию. Опоздали, все уже сидят, и стоит один стул, например, или вообще негде сесть. И подходит муж с женой, и она стоит, и она стоит, а он там здоровается со всеми, он получает удовольствие здесь и сейчас. Он наслаждается, он пришёл, всех перецеловал, себя показал, на других посмотрел, а она не кайфует. Она стоит и вся избодится. Я такое видела. Она ищет уже стул, ищет официанта, чтобы попросить у него стул. Она ей, ааа, она движняча, он получает удовольствие, он общается, он чувствует, а она не может найти себе место, она притаскивает себе, или она начинает его пилить. Что? Тэй-тэ, найди мне се. Тэй-тэ. Ну, ещё хуже, конечно, что она этого не просит у него, а сама решает свой вопрос. Да, то есть, и вот здесь, конечно, стоило бы мужчине соображать, да, скорость реакции. То есть, они умнее нас, это однозначно. У них скорость реакции медленнее, потому что у нас тут правое-левое полушарие быстро мысль пробежала, сама придумала, сама обиделась, сама успокоилась. А у него там, пока информация зашла, переварилась, пока он там, он, ну, немножко скорость реакции, и для нас это будет самым сексуальным мужчиной в мире. То есть, он быстро решает вопросы, быстро в стул, быстро её защитил, подхватил. А она только сказала, и он уже, джжж, сделал. Вот это, вот в этом у нас второе качество, которое сексуально, это вот эта сила, не знаю, мужская сила. Решительность. Сила — это скорость реакции. Вот это всегда возбуждает. Быстрое реагирование, которое покоряет, восхищает, то есть, и реально возбуждает женщину. Ну, женщина тогда включается, как женщина, опять же таки, да, она себя чувствует комфортно. Плюс, если говорить уже о лидерстве, то, конечно, любой женщине, наверное, приятно, когда рядом лидер, за которым можно идти. Ну, понятно. Дайте тогда женщину скажем, чтобы они тоже чуть-чуть замедлились. Да. Чтобы она стояла и чувствовала, что она чувствует. Она сокращала интимные мышцы, пока он там здоровается со всеми. Я не знаю, она гладила себя по руке, она понюхала подружке волосы, как пахнут, она взяла какой-то напиток и наслаждалась им, да. Ну, то есть, она ушла бы, если бы она почувствовала, на самом деле, она бы не инициировала, не спешила, не сама не активничала. Она же не чувствует ничего, она стоит напряженной, и надо что-то делать, срочно сесть, встать, куда-то свою густушку приткнуть. Вот. Поэтому, конечно, если бы женщина замедлились, мужчина бы ускорились. Самое приятное, знаешь, что, что женщины, если этого не понимают по-хорошему, то ее мужчина, он все равно становится быстрым, инициативным, активным с другой женщиной. Ну, потому что с этой ему кажется, что он медленный, потому что она слишком быстрая. А вот с другой, он будет реально себя чувствовать, что я реально вообще сильный, мужественный мужчина, потому что она все равно за ним, то есть с долей секунды отставания, и он рядом с ней себя чувствует еще сильнее, и ему хочется быть еще сильнее, то есть она подчеркивает как бы то, что бы хотела, чтобы в нем развивалась. Безусловно. И, знаешь, я сейчас подумала на таком интересном аспекте этого вопроса по поводу того, что есть же, если взять энергетические уровни, да, если мужчина развелся со своей мамой, он может создавать отношения с женщиной. есть ли здесь еще какой-то поинт, на котором мы можем остановиться и обратить внимание мужчин, потому что мне кажется, это важно. Как ты думаешь? Я не очень поняла вопроса, но смотри, что у меня сейчас пошло. А связи с мамой? Насколько нужно действительно развестись? Я даже не хочу это обсуждать вообще. Опять же, кто это создает? Неудовлетворенные, не чувствующие ничего женщины. Она всю жизнь должна была что-то там, у нее не было жизни. Она жила ради мужа, ради ребенка. У нее не было жизни. Она не умеет быть одна, счастливая, наслаждаться с собой, заниматься своим мужчиной. Поэтому, конечно, она не может отпустить своего ребенка. А если мужчина, например, даже не осознает? Ну, есть, я такое наблюдала. Ну и что? Ты его догонишь и сделаешь счастливым? И что? Объяснишь ему? Нельзя. Это его жизнь, его дело. Тебя это не устраивает? Иди дальше. Не может. Это их отношение. Ты не можешь ему открыть глаза. Или женщины входят в отношения с таким мужчиной в надежде со мной он поменяется. Да, да. Как говорит мой учитель, если умение радоваться жизни, получать удовольствие от жизни у жены больше, она, он всегда, ее первая чакра перетянет его от мамы. но я не думаю, что это самая здоровая тема. Если вы хотите здоровых отношений, вам нужно видеть, что вы со здоровым человеком. А если он маминописе, он однозначно уже не здоровый мужчина. Зачем уже туда лезть даже в принципе в надежде, что ты сильная, смелая и сможешь его изменить? у него уже есть женщина. Это точно так же, как у него уже есть жена. Только еще женщина. Это страшно. страшнее. Мне кажется, что здесь очень важно то, что я бы хотела, если мужчины будут слушать. Это приоритеты. Это есть ты, и после тебя идет твоя женщина. Кстати, интересно. После тебя идет твоя женщина. А для женщины есть она первичная, потому что Бог внутри меня. Я принимаю себя, благодарю Бога в себе, Бога в мужчине и так далее. И для женщины тоже есть сначала она на первом месте, потом после нее это ее мужчина. Дальше идут дети, дальше все остальные люди, куда входят и родители тоже. И вот мужчины то, что я вижу. мужчины допускают такую ошибку в приоритетах, чем вызывают у женщины желание взять метлу, отрастить рожки, хвостик и начать беситься. И полететь на метле. они в приоритет ставят что-то другое. То есть это его царица. Смотри, каждый мужчина считает, что он бог в человеческом теле, что он царь, король. Это правда. Но рядом с королем может быть только королева, правильно? Не может быть коза рядом с львом, правильно? Абсолютно. Если он лев, то рядом с ним львица. Если ты к своей женщине относишься как к козе, а к козе это когда у тебя кто-то важнее ее, например, дети, приоритеты перед своей женщиной, родители, работа. Получается, что ты относишься к ней не как львица, не как королева, а к к козе. Значит, ты кто? Да козел, да не может быть лев с козой, но это несовместимые вещи. Поэтому если я вижу как мужчина свою женщину ставит на 35 место и к ней относятся как к козе, я реально даже, мне не надо с ним общаться, я понимаю. Передо мной козел. Вот этот приоритет это правильное распределение энергии. Сразу в семью приходит у женщины уверенность, спокойствие, статус, она ничего не будет доказывать, она не будет беситься, она не будет требовать и выносить мозг. И она становится богиней Лакшми. Я рекомендую посмотреть буквально начало фильма 300 спартанцев. 300 спартанцев. Я недавно мне сын пришел, говорит, мама, хочу посмотреть этот фильм. И там очень красиво показана роль и отношения спартанских женщин, царицы. И когда она пришел перс, посол договариваться с царем Леонидом и она стояла за ним, но когда она почувствовала, молчала, красивая такая, вообще такая величественная. Женщина красивая, она еще больше подчеркивает статус мужчины. И вот она сзади стоит, такое украшение его короны. И в какой-то момент она сказала ему что-то сказала. Перс ей говорит, какое-то имеешь право женщина, ну другое отношение к женщине, да, у перс? Да. Как ты имеешь право женщина говорить вообще слово, вообще присутствовать, когда разговаривают два мужчины. А она смотрит на него такая спокойная, такая величественная, подчеркивая еще больше величие своего мужчины. Она говорит, если бы не было спартанских женщин, не было бы и спартанских мужчин. Я царица, а не женщина. Да, и у того вообще шок, а ее мужчина никогда в жизни ее ни при ком не опустит. Никогда не скажет ей, молчи, женщина, твой день 8 марта, да, или сделает ей замечание, не дай бог. Она царица. В этом его величие. У меня курс называется «Для сильных и смелых». Только сильный и смелый мужчина способен так поднять женщину. Да, абсолютно согласна. подняет ее, потому что он там. Поднять может только тот, кто настолько понимает, что он высоко, он может поднять. Ему это не унижает его, это не опускает его никак. Это делает его еще более великим, поднять женщину. Этим он только подчеркивает свое величие. Ты знаешь, как раз об этом на днях думала, что был там вопрос на тему того, что женщина, которая стремится к реализации, для мужчины конкурент. Но вот как раз почему она конкурент для мужчины? Почему он так ее воспринимает? Потому что недостаточно собственной значимости и как раз нету этого положения наверху, когда я могу со своего верха точно так же воспринять и то, что моя женщина вместе со мной наверху. И для меня абсолютно естественно сказать об этом. Ты любишь мою игру слов. Вот тебе еще одна игра слов. Мужчина и мужик. Да. Ощущаю абсолютно. Муж с чином. Муж с чином это муж с чином. И когда ты понимаешь, что ты муж с чином, даже не надо быть там министром, чтобы иметь чин, как у нас воспринимается. Ты уже имеешь чин. Ты имеешь чин Бога в человеческом теле. Ты мужчина. И вот когда ты это в себе напоминаешься, ты не будешь никогда кричать на женщин. Ты никогда не будешь истерить, когда тебя какая-то, извините меня, курица подрезала на своей дорогой машине где-то там на дороге. Мужчина не опустится никогда. Он никогда не... Он всегда смотрит на людей с принятием. Он понимает, что они такие, какие они есть. Не его царское дело опускаться до низких человеческих каких-то проявлений. Вибрации. Ему вообще никто не мешает. Ему никто не... Он как к детям относится. Царь относится к подданным как к детям. Он им всё позволяет. Позволяет. И его женщина это его девочка, его зайка, его принцесса, его маленькая царица. И он на неё смотрит с такой мудростью какой-то. Потому что он царь. Это даже не обсуждать. Не доказывает ничего. Никому ничего. Просто есть. Опять же таки, да? Действительно. И вот это чувство вызывает ощущение безопасности у женщины, о котором ты говорила. Потому что для женщины не обязательно чувствовать себя в безопасности рядом со своим мужчиной. Это одна из основных потребностей. И одна из безопасности в том, что она знает, что он её поднимет. Он её не опустит. Он её всегда поднимет. И это в этом безопасно, что ты знаешь, что тебя кто-то подхватит и поднимет всегда. Поднимет, ты понимаешь, да, о чём я? Он тебя будет поднимать. Ты будешь с ним казаться или хотеть быть с ним лучше, чем ты есть на самом деле. То есть он тебя хвалит, он тебе даёт признание, он замечает лучшее в тебе, а не то, что мне рассказывают и пишут бесконечно 110 тысяч подписчиков на канале YouTube у меня. Знаешь, что меня мужчина унижает, ему всё не так, ему всё так. Ты просто живёшь с мужиком. Теперь понятно, почему в своё время у меня было, знаешь, такое вот естественное отторжение слова мужик. Вот вокруг меня женщины говорили мужики все. Мужик, да, да, И я вот как-то, мне почему-то внутренне, вот интуитивно пошло отторжение от слова мужик, и я поправляла их, потом я перестала это делать, потому что я поняла нет смысла пытаться исправить то, что есть, а просто внутри себя решила называть мужчинами, а не даже просто со собой даже следила. Знаешь, какая закономерность прекрасная? Рядом с тобой, рядом со мной не может оказаться мужик, потому что я кто? Я не коза. Всё очень естественно. Слушай, вот казалось бы, да, такие простые вещи женщине, чувствовать себя, оставаться верной себе, а мужчине оставаться верным тоже себе и своей природе, да, это возврат к своей природе и принять. И развивать красивые и светлые отношения. Да, и это и создаёт. И, кстати, вот если перебросить немножечко мостик первой части, да, и потому что мы очень связаны, мужчина, который, с которым безопасно и который, как ты говоришь, поднимет, да, он также и может включить в женщине вот это вот то, к чему ты призывала к женщине в первой части, быть самой собой, потому что, когда рядом тот, кто воспримет меня, нет, ну, усилить хотя бы. усилить, усилить, поддержать, не дать опустить руки, навсегда начнётся всё с тебя. Естественно, согласна. Пока ты не начала чувствовать, что для тебя здоровое или нездоровое, ты всегда привлечёшь нездорового, мужика, нездорового отношения, всё равно начнётся всё с тебя. Ну, хорошо, тогда действительно усиливает, потому что вот меня всегда интересовал, например, вопрос принятия мужчины и женских эмоций, он до сих пор, несмотря на то, что я уже сделала несколько программ на эту тему, для меня актуален, и мне кажется, что именно вот ярко выраженный мужчина будет понимать, что женщина эмоциональная, и это нормально. Это прекрасно, им не хватает их, если он царь, и он чувствует себя таким, он позволяет, ну, вот мне, мой мужчина позволяет. Я иногда включаю такую калию, ты знаешь, что это назвать, богиню разрушения, у меня реально вырастает хвост, я беру метлу, и я, и из меня лезет кто-то, и это нормально, и он посмотрит на меня, но он мне позволяет, он ждёт, пока я... Проживёшь. Да, потому что это правда, это есть во мне, лучше я это проявлю, чем буду внутри это всё переварить, но зато он знает точно, что есть вот эта чистота, то есть если оно из меня идёт, лучше оно выйдет, то есть то, то, что я думаю, то, что я говорю, то, что я делаю, оно очень всё одинаково. Да, это закончится гармония. То есть у меня нет змеи с базухой, и он позволяет, поэтому он понимает, что из меня сейчас это выйдет, и будет опять светить солнце, гроза пройдёт. Ну вот я столкнулась с тем, что сложно, это не все мужчины могут, может быть, в силу. Это не все козлы могут. В семейных перипетий. Да, я понимаю, мы тут призываем сейчас к определённому, да, действительно, к определённой силе и возможности быть царём, царем собой. Если мужчина вот сейчас это послушает и поменяет свою точку зрения, это всего лишь точка зрения. Он начнёт думать с другого угла и на женщину смотреть, и на её эмоции, и на как он себя ставит. Он начнёт смотреть с другой точки зрения, и оно быстро может, ну, станет его. Это тоже попрактиковать. Если женщина мне советовала попрактиковать, чувствовать, что ей вкусно, что ей пахнет, да, то мужчинам попрактиковать просто позицию царя, такого мудрого, у которого всё есть, самодостаточного. И вот попробовать пожить 40 дней, вот попрактиковать вот такое отношение к миру, ты никогда не сможешь кинуть бумажку на улицу, если ты царь. Понимаешь, посмотрите, 300 спартанцев, там Леонид, ой, так несёт это, настолько он вот эту силу мужскую показал. Это не единственный фильм, но первый, который пришёл. Благодарю, Светлана. Время на одном дыхании пролетело. Я очень благодарна за такой разговор, открытый, честный и призывающий быть самими собой, как мужчине, так и женщине, и в вопросе своей сексуальности. Спасибо вам, Мальча. Женщину привлекает не только ум, но и тело. Я желаю каждому мужчине развивать свою сексуальность и идти за своими чувствами и быть интересным себе и своей женщине. С вами была Вселенная Светлая. Помните, светлые отношения создаём мы сами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok